Наши вечные летние спутники. Барнаульцы в соцсетях уже делятся такими кадрами. Атаковать комары начали в мае, впереди жаркие июнь, июль. Специалисты огорчают, кровь прольется. Есть очень высокая вероятность, что комаров будет больше, чем обычно. И связано это с тем, что у нас очень много воды на пойме. Второй паводок привел к тому, что обширное пространство поймы залита водой. И особенно, когда эта вода будет сходить, там образуется огромное количество мелких, хорошо прогреваемых водоемов. И это самое благоприятное место для выплата комаринах личинок. Обработка территории от комаров удовольствие не дешевое. Еще и после осадков снижается эффект. В лесной сказке и в самом парке аттракционов на днях потратили 25 тысяч за 7 гектаров. Обычно летом процедуру приходится повторять 2-3 раза. Здесь, понимаете, мы заботимся не только о человеке, мы заботимся еще и о животном. Вы знаете, животные очень сильно страдают, особенно когда мордочки их будут облеплены. Они не знают, куда спрятаться, они чувствуют себя очень плохо. И поэтому мы используем еще и дополнительные средства конкретно обработки именно в самих вольерах. Естественно, нас никто не заставляет. Обязательное условие, обязательное требование Роспотребнадзора – это обработка территории от клещей. Обработать от комаров все общественные места в городе экономически невозможно. И все же в Барнауле этим летом вытравят кровососущих больше, чем на 10 территориях, потратив 700 тысяч рублей. Например, в Нагорном парке, Абском бульваре, в сквере на Площади Свободы. В первую очередь это покос травы в тех местах, где чаще всего вызревает личинка. И после уже того, как производится выкос травы, затем производится непосредственная химическая обработка. Она у нас производится препаратом бактицит. У него период активного действия от 3 до 4 недель. Далее он уже распадается под воздействием ультрафиолета. Следует отметить, что данный препарат, он безопасен для животных. К счастью, и сами комары для людей не опасны, говорят врачи. К анофилактическому шоку, как пчелы или осы, они не приведут. Только к ознобу или зуду, если вас покусает армия маленьких вампиров. В самом легком случае мы используем антигистаминные препараты для местного использования. Такой известный, как фенистил. Допустим, у нас один-единственный. Ну, а лучше, конечно, это препарат, называется топические кортикостероиды, назначаем место. Иногда в комбинации с антибиотиками, чтобы убрать аллергическую реакцию и предупредить инфицирование. Ну и внутрь мы используем антигистаминный препарат. Да, если есть выраженный аллергический, то тоже это имеет место быть. В общем, уже ясно, этим летом комаров будет намного больше, чем в прошлом году. Наступает время сопасаться репеллентами и терпением. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком.